А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусте по ссылочке в описании. Спасибо! Итак, это у нас стратегия по Терминатору и больше, если честно, мне по скриншотам и геймплейным роликам игра напоминает реалтаймовую тактику, чем стратегию. Но это, думаю, небольшая для нас проблема, потому что много ли вы знаете стратежек по Терминатору? Лично на моей памяти это чуть ли не первая, наверное. Так, у нас здесь есть, кстати, что приятно, режим скирмиша, то есть обычное сражение, причем режим штурма какого-то, да, то есть это, к примеру, тут будут разные режимы игры, ну и синглплеер. Давайте начнем именно с него, то есть это как бы сюжетная кампания на обычной сложности. Понеслась! Атланта, две недели с начала судного дня. Блин, да тут хорошая такая бойня идет. Эй, что ты, куда идешь? Ты слышал? Машины приближаются. Армия пытается их замедлить, но все еще есть люди, которые там в руинах находятся. Нам надо найти их. Мы? Мы все еще полицейские, да, мы должны помочь этим людям. Оставь это армии, это чертова война. Ты хочешь быть героем, тогда вперед. Но нас к этому не готовили. Делайте, что хотите, а я буду делать по-своему. Понятненько. Собственно, подожди, у нас реально тут две недели после того, как начался судный день, то есть вот только-только ядерная бомбардировка прекратилась, и только-только роботы под Скай на этом, да, начали что-то делать. Прикольно, слушайте, нам реально расскажут начало войны людей с, получается, машинами с искусственным интеллектом. Кописано, миссиво идет. Так, ну давай посмотрим. Слушай, с точки зрения сюжета, это очень интересно. О, здание есть. Сильное здание. Ха, а что, есть не сильное? Ну, я так понимаю, здесь, типа, будут разные степени прочности, да, где можно будет людей в укрытие садить в этих зданиях. Так, ага, у нас есть машина там. Давай посмотрим. Это что, Хаммери? Хаммер похож. Да, Хаммер. Классический Хаммер. Война померли, но мы можем все еще управлять. Так, я здесь, расскажите мне, где вы, и я приду к вам на помощь. А кто это? Скажи, кто ты? Я офицер Крис Стивенс, Атланта, полиция. Полиция? Это чертова военная операция. Кто командует? Машины заставили меня здесь командовать. Они убили всех наших офицеров. Мы пришли вам помочь. Блин, прикольно, слушайте, а получается мы сможем брошенную технику брать по свой контроль, да? Типа того. Если это так, то это круто. Это прям очень круто будет. Так, вы начали солдаты. Так, ты тот полицейский. Так, держи эту позицию, мы поищем выживших. Хорошо. Слушай, полицейские командуют военными, клево. А, мы ими тоже можем управлять? А, то есть сейчас... А, я понял, понял, мы типа тут держать позиции должны. Так, нам надо пособирать солдат, которые в округе еще есть, да? А вы пока поищите гражданских. Хорошо, слушай, прикольно. Чертовы роботы. Мы с дробовиками там или чем? А что такое? Дроны какие-то летающие? Так, а как атаку в движении делать? Муфан Тилен Кью. Все. Потому что она в СД-то двигать, камеру. А я привык, типа, А и атака, да? Так, есть еще кто-то тут? Так, слышали, парни? Теперь нами командуют полицейский. Вот, и чертовы машины. Готовьтесь. Так, у нас два отряда. А можем ли мы как-то делать укрепление? Мешки с песком, например. Дымы. О, да, давай в здание. И вы в здание. Чертовы железяки наступают. Это кто у нас? Гомункулы. А это Т-что? Т-600? Т-500? Т-400? Что это? Их же разная версия роботов были, да, этих? Блин, как классно на самом деле. Выглядит все это. О, игра очень темная. Но в этом-то и прикол. Ты это тот полицейский? Скажи, что нам делать? Так, мы должны тут держать оборону. Парни, вы в домике, надеюсь? Да, они в доме. Слушай, они прям реально в доме сидят. Это даже видно, что они оттуда стреляют? Круто. Так, полицейские. Не, это военные. Блин, класс. Пока что мне нравится то, что я вижу, ребят. Не знаю, как вам. Но то, что я ждал, то и получаю пока. Единственное, что я хочу еще, знаете, какие-то укрепления строить там. Создавать какие-то там баррикады. Было бы вообще круто. А, собственно, они собирают выживших солдат, как я понял. Да, он, солдаты с автоматами бегут к нам помогать. То есть коп сейчас собирает солдат выживших. Танк. О, Брэдли. Это же БМП-шка Брэдли. Офигенная машина. У них там эти аркеты ТОУ есть. Они офигенно могут в толпу залететь. Что вы тут делаете? Мы ждем приказов. Не совсем понятно, кто теперь главный. Ладно, есть вперед и помогай нашим ребятам. Да, тут помощь пригодилась бы. Давай дымы кинем, я не знаю, сюда. Прикроем нас. Вы что-то можете сделать? Нет, только могут войти и выйти. Ну дымы хотя бы нас немножко прикроют. Вряд ли, конечно, поможет нам это, но тем не менее. О, к нам Брэдли едет. Отлично. У нас есть Хаммер и Брэдли теперь. Офигенно. Так, роботы еще идут. Это какие-то гомункулы. Я даже не знаю, типа они мощные, нет? Пока что они ложатся от обычных автоматных очередей. А, тут лог, я понял. Так, тут еще ранги и солдат. О, есть это, смол. Гранаты. Им перезаряжаться надо? Это что, дроны, да? Да, это сам скауты. Так, а вы у нас кто? Вы дымы кидаете и гранаты. Минки могут поставить. Так, ну пока тут Брэдли наделать свои дела. Еще идут. Так, ракеты можешь жахнуть куда-то? Это антитанк. Гранаты ты, наверное, недалеко кидаешь. А где кнопочка кинуть гранаты? Что, это мины? Да, там оружие можно взять. Гранатометы. Пулеметы. Да, тут пулеметы валят, там оружие валяется. Так, парни, слева фланга наступают роботы. Так, нам надо найти еще выживших. Давай, найдем. Тут заруба прям хорошая идет. Стронг билдинг. Так роботы отовсюду идут. Дымы кинуть можно. Да, я заметил. Давай еще дымы кинем. Нет, стоп, не так. Вот так. Кидаем дымы. Обыщи руины. Это нам надо нашими салатами делать, да? Сейчас мы этого убьем. Да, они, слушай, они гранаты кидают сами. Так, парни, выходите. Давай, выйдем в здание. Нам надо вот это обыскать, рядышком. О, тут подкрепа. Не, это мирные жители. Это не подкрепа. Черт, подери. Брэдли атакует. Так, давай сюда. Так, капец тут роботов, охереть. Что это такое? Страйдеры. Ой, че спайдеры. Не важно. Спайдеры ЭТ. Жесть. Ребята, у кого я самаркетницы шмалять? А, у этих ребят, блин, зря мы их убрали. Ладно, нам же надо выживших найти, по идее. Там Брэдли пока держится. Ему тяжело, но он держится. Он прям плохо. Башню уничтожили. Так, все, минус Брэдли. Парни, ищем выживших срочно. Нам нужны еще солдаты. Так, тут в здании мы сидим пока, да? Давай еще дымы сюда. Да кошмар, что они творят. Так, минус Брэдли и минус отряд. Еще выжившие. Все, еще там выжившие есть. Давай еще сюда. Так, парни, давайте, может быть, отсюда будем выходить потихоньку с этого здания. Мы тут потеряли позицию. Прям жесть, как потеряли. Давай в этот дом куда-то залезем. Давай сюда лучше. Дымы, 12-калиберные. Давай сюда, парни. Блин, жалко этими солдатами нельзя управлять. Мне кажется, надо два отряда моих братьев везти сюда. Оба отряда. Тут как-то мы, скорее всего, потеряли это здание. Тут солдаты еще отстреливаются, но тут что-то очень тяжело. Так, парни, ищем. А вы будете здесь где-то, на подхвате. Черт, вы роботы. Так, тут выжившие, да? Да, гражданские. Так, гражданские, валим отсюда. Жесть. По сути, полицейские руководят эвакуационным процессом. Ужас какой. Армия, типа, тут, как я не знаю, лохи какие-то. Что делаем? Defense Point. Защита. Давай отойдем назад. Так, идем все в здание. И, наверное, в это здание. Давай тут лучше. Тут хорошее, сильное здание. А, там гражданские сидят? Алло, ребят, что там тусите? Выходите. Алло. Бегом отсюда. Придурки. Так, тут уничтожили. Так, надо эвакуировать гражданских. Уходим. Это как бы и не против. Так, это военные. А, тут наши ребята. Так, ну все, уходим. Берем два отряда, уходим. Блин, игра, кстати, немножко подлагивает. Вот это из непрятых моментов. Это что такое? СПШ. Прикол. Так, военные подъехали. Отлично. Хаммеры. Все как надо. У-у-у, круто. Так, вы там эвакуируетесь, да? Или мне надо солдат своих эвакуировать? Не совсем понятно. Но мы, если что, отходим. Пусть тут военные дальше сами разбираются. Мы уходим. Валим с Атланты. Слушайте, знаете, чем мне эта игра напоминает? Прям по духу, по началу, по вот этому всему. Помните игрушку, я проходил у нас на канале Universe of War Earth Assault? Там тоже, типа, пришельцы вторгались на... Ну, там пришельцы, правда, были, не роботы, да? Они вторгались на нашу планету. И получалась такая фигня, что... Первые несколько миссий мы играли за людей. За слабых, там, которые, там, на танках, на ПТРах, там, что-то пытались сделать. Как-то пытались что-то вообще спастись и что-то такое, да? Ну, хоть как-то продержать, удержать планету пытались. А потом, типа, мы играли за другую фракцию, которые тоже были пришельцы. Которые воевали со злыми пришельцами. То есть, хорошие пришельцы против злых пришельцев. Ну, как-то так. И получилась такая фигня, что, типа... Первая миссия мне той игры... Мне сейчас очень сильно помнили эту. Терминатора. Так, нам надо просто валить из сюда, да? Вот, мы уходим. Кто куда? А мы по съебам. Вы всех этих людей отсюда вывели? Я. Какой план? Это и был план, сынок. Сражаться и держаться отсюда. Мы практически потеряли президента, все наше командование. Мы проиграли эту войну. У нас все еще есть люди, которые защищать. Очень много выживших. Мне нравится ты, сынок. Нравится ход твоих мыслей. Как тебя зовут? Меня зовут Стивенс. Полиция Атланты. Коп? Ну, ты уже не коп. Армия, правительство, все погибли. Нам нужно... Нам нужен какой-то новый взгляд на защитное сооружение. Можешь ли ты стать нашим командиром, Стивенс? Обычный полицейский Атланты стал лидером сопротивления, типа, да? Так, это он сказал историю, да? Типа, что вот он... Десять лет назад, типа, это происходит. Сейчас у нас десять лет прошло. И он стал, типа, майором Стивенсон. Мы разработали новое оружие, новое тактики, новое пути, чтобы... Уничтожать роботов. А роботы адаптировались к нам. Иногда я задумываюсь, типа... Эти изменения к лучшему или к худшему. Прикольно. Капец, мы 122 робота убили. Жесть. Кстати, я не особо в курсе, но вроде как здесь можно будет поиграть и за Скайнет. Я бы очень хотел поиграть за злых роботов под ИИшкой. Это было бы вообще офигенно. Прикиньте, типа, ну... Взять там, уничтожить всех человеков. Стереть их в пыль, в порошок. Уничтожить своих создателей. Это же было бы клево. Но пока что мой грант за людей. Так, Рио Грант, национальный лес. Колорадо, 10 лет спустя. Так, лейтенант, извини. Я все уже задумывался. Вспоминаю мои первые времена, когда я тут воевал с роботами. Да, это было в Атланте. Давным-давно. Был этот другой мир. Помнишь свои приказы? Легкая разведочка. Обнаружить противника и их позиции. Не вступать в битву. Отлично. Как только мы зайдем в эту зону, не нужно дать им обнаружить себя. Хорошо. Главное, будь сам в безопасности. Типа, выполнить задачу и возвращайся. Так, сэр. Найти Фиделиса. Хорошей охоты. Окей. Сейчас такая более классическая миссия теперь будет. Да, то интро было. Эй, Мейс. Так, ребята, а можно в игру поиграть? Спасибо за диалоги. Но я, наверное, дождусь релиза, когда у игры будет русификация хоть какая-то, да? А потом будем уже слушать диалоги. Так. Хорошо, тут обычно такие армейские диалоги, типа, сэр, так точно, сэр. Выполнили приказ. Да, сэр. Не подведи меня. Да, сэр. Так, силы легиона мы обнаружили. Юниты разведки врага идут. Они двигаются в обличной формации. Нас еще не обнаружили. Так, давай сдем в засаду. Приказ был, чтобы не вступать в сражение. Они идут, и они нас еще не видят. Скоро обнаружат. Так, готовимся к засаде. Готовимся к сражению. Ага, летят роботы. А как это мы делаем? Подожди, можно мне вот так вот? О, как прекрасно, когда игра не лагает. Слушайте, прямо разница заметна. Давай в здание, наверное. А, это снайпером, мы не можем командовать. Ну, мы в домике посидим, да? Medium building, weak building. А, вот, если здание слабое, я так понимаю. Типа, если туда засесть, его можно легко разрушить. А то, типа, среднее здание. Среднее. Типа, оно довольно прочное, типа того, да? Сикенды строили Legion Scouts. Да они сами нас обнаружат. Или нет? Или нам прям надо это сделать? А в толчок можно засесть? Это какое-то... Это сильно укрытие или слабое? Так, ну хорошо, давай посмотрим. Блин, приказ был не вступать в сражение. Ну, какого хрена-то, ребята? Так, у вас есть смол, гранаты, инфо-три-склад. Дай, возле деревьев. Это же тактика, как-никак. Так, а где враг? Ага, вот вижу. Ну, блин, они же сейчас же нас обнаружат, и все. Так, транспортники Легиона вижу. Конвой? Какого вида конвой? Не выглядит очень знаком. Люди, они транспортируют людей. Заложники? С каких пор железноголовый берут заложников? Никогда такого не было. Давайте уничтожим этот конвой. Это не наша Миссисер, мы разведка. Больше нет, сержант. Теперь мы освободим этих людей. Слушай, это получится так, как в фильме было, да? В четвертом вроде фильме. Так, мы разделимся на два отряда. Один будет сражаться, а второй будет помогать людям. Даете разрешение на атаку? Да, даю. О, лейтенанты выросли и яички. Так, ладно, парни, хорошо, поехали. Разберемся с этими гребанными машинами. Так, берите ваш хамви. Снайперы, стреляйте с горы. Так, пехота. У вас нет маскировки, но гранатки есть у вас, так что шмаляйте. Хорошо. О, у нас сегодня один... Не, у нас есть снайпера. Снайперов, кстати, сюда реально можно засадить, или где? Снайпер позишн. А это у нас инфантре позишн, да? Давай сюда. А тут у нас хамви позишн. Слушай, прям как... Прям как за... Не знаю, как к ребенку дают указание, типа, вот тут для хаммера отлично. А почему тут хаммер пози, я бы тут хаммер спрятал где-то, а вот здесь. Или где сня перекрестка, чтобы он, знаешь, под деревьями тут стоял и стрелял. А почему снайперам тут хорошее место, если они будут тут ехать? А, или типа конвой будет оттуда ехать. Если оттуда... Блин, опять же. Хаммер далеко. Вам не кажется, что хаммер далеко? Так, тут еще у нас ланчер, лаунчер есть. Так, пехота на месте. Снайпера на месте, хорошо. Ждем врага. Засада. Тупые человеки против искусственного интеллекта сейчас делают засаду. Ну, посмотрим, кто умнее. Так, разведка легиона. Они похожи на собак. И могут, скорее всего, уклоняться. Давай посмотрим. Поехали. Что-то хреново, они уклоняются от атаки. Так. Опа. А вот и у нас карьер-платформа. Так, вот и гомункулы. Блин, почему гомункулы? А че не ты там 400 и 500? Или уже нет таких вот вещей у нас? Так, там сзади еще шмаляют, да, ребята? Помогаю там. Да, нормально. Ну, снайпера. Отлично. Блин, взорвали людей, походу. Черт. Надо было спасти их, а не взорвать. А, и здесь еще одна машина. Фух, все хорошо. Все в порядке. Так, а вот и МП. Так, давайте спасем этих людей. Блин, они ж не брали заложников. Что происходит? Надеюсь, мы скоро выясним, что это... Ради чего они берут заложников? Как там с контейнерами, Сержант? Как там с контейнерами? Мы открыли их. Ну, там люди, и они очень в плохом состоянии. Черт, выжили заголовые. Так, некоторые раненые, некоторые безголосные, ну, очень голодные. Так, доктора отведем. Давайте заштопаем этих людей и эвакуируем. Так точно, сэр. Это очень важно. У нас есть гражданские, которые требуются медицинской помощи. Вызывай медиков. Это третий Алфарпост. Вы говорите гражданские? Так точно. Мы спасли гражданских, которых пленил легион. Вы знаете, что мы, типа, лечим только военных. Я знаю, доктор. Но этим людям нужна наша помощь. Ладно, ладно, уже выдвигаюсь. Так, вы заштопаете этих раненых, а мы вас защитим. Так, медик идет. Давайте теперь защищать их. Ох, ёптво, медик далековато. Так, ну давай мы, наверное, к медику поедем, да? Вот, у нас есть путь. Давай по пути пройдем. Надо задефать медика, получается. Так, а у нас хаммер, да, есть? Вот хаммер, давай, наверное, быстренько сюда поедет. А остальные отряды... Под прикрытием. Так, это снайперы. А это у нас... Пехота, инфо-треть-скват. Блин, музыка прикольная, кстати, на фоне играет. Не знаю, слышите вы ее или нет. Так. А вот и враг. Ну, мне реально музыка нравится. Она довольно простая, но функциональная. Блин, шасси повредили. Теперь мы едемедленней. Наверное. Кстати, в менюшке главный тоже играл такой, знаете, ремикс. Старого добора трека. Так, еще, гомункулы. Не, это вульфпаке. Блин, капец вы косые. Ну, снайперы хоть пусть работают. Ладно, пехота, я могу поверить, почему косит. Ну, снайперы. Вы что, можете попадать? Хорошо. Так, едь наверх. Так, парни, все наверх. Да что ты там делаешь? Что это? Я понимаю, у тебя шасси повреждено, но это не значит, что надо херней страдать и токийским дрифтом заниматься. Вперед. Нам сюда надо. Блин, слушай, а как вы допустили того, что у вас тут роботы, а? У вас же вроде вот ATGM сквады есть. ATITAN Guided Missile Squad. Есть Хаммер. Чего тут роботов не могут перестрелять? Так, Хаммер, стой здесь. Снайперы, стойте здесь. Все, машина поехала. Может быть, как-то тут спустимся нормально? Не будем по дорогам вот такими ездить, а? Так, путь безопасен. Хорошо, поехали. У нас есть сигнал, что есть легион где-то рядом, роботы. У нас есть ATGM. Давай развалим этот форпост. Ага. Ладно, давай сначала довезем доктора, а потом разберемся. Хорошо? Решаем проблему по мере их поступления, ребят. Так, мы с этим можем чиниться. Это ATGM-овцы делают. А, не, они сами могут чиниться. Сам Хаммер может чиниться. Так, Хаммер, тогда стой здесь. Снайпера здесь. Солдаты здесь. ATGM здесь. Ну ты едешь или как? А, или типа он ждет, пока мы развалимся здесь ворогов. Так, пехота, давай здесь. Чинить. Так, эти GM сюда давай. Враг едет просто, да? Мы тебя должны сначала развалить. А, ну да, эти пауки, спайдеры. Которых почему-то и страйдерами назвал. Но не важно. Парни, работаем. Вы можете вроде как сдалека шпать, так снайпера, отойдите. Да, в деревья куда-нибудь. Так, починился, да? Отлично. Слушай, вы можете даже трейлеры себе. Блин, снайперов убивают. Суки, убивать снайперов. Так, ну там у нас тоже есть кое-кто, да? Да. Задавим все, думаю. Так, поехали. Снайпер тоже давай с нами. Блин, одного убили. Суки. А, там гранатометы? Класс. Поехали. Блин, капец, у него голос такой. ATGM relocating. Сейчас тебе да, пизделей. У него голос такой жесткий. Прямо такие мужикин брутально накаченные. В форме. Э-э-э, доктор, вы куда? Доктор. Не понял. Вы куда, доктор? Доктор, я, конечно, понимаю, вы умный человек. Наверное, с ученой степенью. Но за руль, наверное, стоило шофера пустить, как-никак, да? Нам такие топники ни к чему. Так, снайпера, давайте вы тоже где-то в деревья заныкайтесь где-то тут. Нормально вам там будет. Хаммер тут на входе поставим. Пусть тут стоит. Классно, что он чиниться может. Так. И может прицеплять себе трейлер. Вообще прикольно. Интересная штука. Так, сюда, снайпера сюда. О, еще прутся. Ну, это сейчас, думаю, тут снайпер справится. Плюс солдаты. Так, мы засекли противника. Доктор. Сейчас полечим их. Так, короче, доктор лечит людей гражданских. Да, мы еще будем держать позицию. Отлично, давайте заседим в здание, солдаты. О, да. Вот в это, например, здание. Поехали. Да, можно в сортир. Здесь есть викбилдинг, викбилдинг. Ну, да. Так, снайпер есть. А, или, ну, типа туда надо залезть. Защитите медика, защитите... Блин. Поехали. Так, солдаты. Туда. Take position in this building. Хорошо. Делаем. А, ну медика тоже дефать надо. Так что сидим тут тоже. Нормас. Так, тут у нас тоже гражданские, да? Да, парни, давайте в дом. Он вроде как у нас медиум, да? Да, нормальный дом такой, средненький. Пойдет. Блин, а можно как-то пополнять солдат? Наверное, можно, но я пока это не умею делать. Так, Хаммер. Танкуй. Пока солдаты у нас садятся в дом. Там еще снайпер должен поработать. По идее. Достаешь? Ну, может, и достает, но пока не особо видно. Так, хорошо. Так, еще идут робоголовые. Я слышу, что они идут, но не отвлекайте меня. Чертов доктор, а все ему не то. Это что такое? О, страйкер. Так, ну давай страйкером поработаем. Это классная БМПшка. Рейнджеры. Да, кстати, у нас патроны заканчиваются. Это, кстати, тоже очень важный момент. Я так понимаю, типа здесь будут приколы, связанные с тем, что нам надо будет... Периодически дефаться и пополнять патроны, да? Так, карьер. Это, как ты понимаешь, транспортники их стандартные, да? На свете джемки тут тоже есть. Так, солдаты сидят. Страйкер приехал. Ну, поехали. Блин, движок повредили. Камуфляж. Дымы. Давай дымы кинем сюда. Кидаем дымы и в здание. Так, а пока ты под дымами, давай полечимся. Слушай, они реально выходят и чинят его. Молодцы. Так. Я не могу их полечить в таких полевых условиях. Нам надо какая-то помощь. Так, нужно эвакуировать людей. Каписут миссива идёт. Страйкер побили немножко. Ну, у него дымы, кстати, есть. Давай дымы кинем. Так. А вы что умеете делать спецназёры? Тоже дымы, да? Гранатки у вас есть. Гранаты недалеко кидаются. Так, это джем. Давайте тут, парни, тоже будьте рядом. На подхвате. О, уже есть автоматы там, да? Да, есть. 9 миллиметров. Ну, и типа ППшки, или типа того, да? Так, защищайте. Защищаем. Что делаем? Так, и? Так, давай починим пока. Так, машина... Всё, уже починена. А, вот ещё идут дроги. Чё-то они как-то особо не спешат, да, эти роботы грибаные? Дроны идут. Где дроны? Огонь! Огонь по дронам! Огонь по дронам! Ещё дроны! Твою мать! Вот это уже проблема. Так, ещё тут враги, да? Так, ну тут эти вроде должны засейвить. Доктора, давай сюда поможем. Тошмар, а здание-то уже немножко это разрушается, да? Так, ребята, а вы тут хотите пострелять немножко, нет? Давай, тут и снайпер работает. Давай дыма кинем. И отходи. Нет, давай сюда, сюда, сюда. Так, тут можно и Хаммер подвести на помощь. Хотя, нет, они справляются нормально. Вот тут, грубо, самая знатая тут идёт. Так, эвакуируйте. Эвакуируйте всех. Эвакуационная точка. Ну чё, ребята, поехали. Поехали. Эвакуация, так эвакуация. Это мы могём, это мы сделаем. Тут надо как-то прорваться. Так, это режим, пацаны, давай сюда. А как далеко вы стреляете? Достаньте туда. До машины. Блин. Не, давай лучше по полку. Шмаляй. Блин, доктора бьют. Доктор Хьюз Док. О, полетела ракетка. На. Блин, закончились? Хариного, что у него закончились эти ракеты. Так, ну, ребят, шмаляем тогда так. У вас большие повреждения. Починиться бы. Давай починим. Так, ракеты всё закончились, да, у вас? Это хреново. Так, всё, дело сделано. Так, ребята, выходим из здания. То же самое. Доктор живой, да? Починились? Починились, шикарно. Так, ну, поехали. Гражданские. А, платформа типа наша считается, да? Так, гражданские и доктор. Давайте будьте позади. Мы пойдём спереди. Поехали. Вы будьте позади, парни. Нельзя рисковать. Можно, можно вас там Ctrl-1 давать? Да, можно. Ctrl-1, Ctrl-2. О, всё, отлично. Вот так вот. Так, а этот транспорт тоже с гражданскими, по идее. Так, сюда и сюда. Поехали. Опа. Вижу врага. Доктор, отходим. Огонь. Блин, кошмар, как же мы им просто закидали свинцом это здание. Ой, эту машинку, извините. Заговариваюсь. Сорян. Да-да-да, гранатами, гранатами закидывайте это говно. Всё, так, ребята, заходим туда. И мы тоже как-то должны наверх подняться уже. Ищут враги. Ну, ты думаете, справиться? Да-да-да, там отряд, он отвлекает от себя внимание. Всё, заходим все сюда. Тут у нас хаммеры помогают ещё немножко. Слушайте, прикольная игра, да? Типа, ну, казалось бы, ничего такого особенного. Тебе простая реал-таймовая тактика. Возможно, в будущем можно будет строить какие-то здания и какие-то укрепления, да? Какие-то укреплённые точки и прочее. Но пока что просто вот игра, где мы, типа, управляем отрядами. Пока что выглядит всё очень просто и играется довольно приятно даже. Здесь разные показатели, характеристики. То есть небольшой даже реализм есть, да? Типа то, что техника вредится в разных местах и так далее. Так, теперь гражданских давай. Это раненые. Всё, эвакуированы. Ещё идут враги. У них, чёрт подери, целый конвейер там, походу. Так, доктор эвакуируется, мы здесь завершили. Давайте отступать. Давай. Валим с этой позиции. Нечего нам тут больше ловить. Мы людей эвакуировали, поэтому можно сваливать. Понеслась. Представляете, нравится, как они в такой, знаете, конвой выстраиваются. Очень классно. Солдаты, техника, они как-то вместе, знаете, бегают. Прикольно. Да, это, конечно, не совсем реалистично, но какая-то только реализма, как я вижу, в игре есть. Это прикольно. А, вот это, правда, нереалистично. Типа, идёте вперёд. Хаммер тоже пойдёт вперёд. Ребята, ну что ж вы там застряли? Вперёд тоже, продвигайтесь. Снайперка, кстати, валяется, да? Да, М2-2010. Чёрт подери, откуда они взялись? Да это обычные, блин, гомункулы. Насрать на них. О, это уже проблема. Вот с этим мы можем и не справиться. Отходим. Мы можем не успеть. Уходите. Я отвлеку огонь на себя. Лазло, не надо. Он жертвует собой, чтобы мы успели уйти. Спасибо, сержант Лазло. Мы отходим. А, чёртов, Лазло. Уходим, да? То есть вот этот отряд отвлекает на себя внимание. Где они тут? Вот они. Лазло-рейнджеры. Они, кстати, с медалькой. А мы, типа, должны эвакуироваться. Не, ну, в принципе, мы-то чисто теоретически могли успеть эвакуироваться. Все вместе. Но, вот чё вы тут тусите? Уходим, алло. Давай заминируем здесь всё это дело. Дорогу и просто уйдём. В чём проблемы? Вон они. Тоже ломятся. С этих сторон. Керреры, я так понял, это, типа, обычные транспортики, да? Бен, шасси повредили, суки. Твари. Так, эвакуируемся. Все уходим. Обидно, конечно. Хороших солдат терять. Ну, а солдаты и солдаты, да? Сержант Лазло, как слышите? Мы эвакуировались. А сержанта Лазло уже больше в живых нет. Его тупо расстреляли. Помянем, помянем, ребята. Ф. Жду ваш Ф в комментариях. Хороший был мужик. Наверное. Ой, давай, дронов туда. Можно давай ещё ядерную бомбу туда ему на голову скинуть? А чё мелочиться-то? Сержант, отступай. Мы эвакуировались. Сержант. Так, легион, скорее всего, уничтожил сержанта Лазло. Сержант Мэйсон, мне очень жаль. Не знаю, что он был вашим другом. Ладно. Очень интересные диалоги. Блин, на самом деле прикольная игра. Да, если подвести какие-то промежуточные итоги. Она очень простая, но сделана по франшизе Терминатора и сделана вполне себе неплохо. Так, ну что, народ, давайте подведём какие-то промежуточные итоги по игрушке Terminator Dark Fate Defiance. Игра, к сожалению, вылетела после прохождения вот этой миссии. Я так подозреваю, здесь, типа, можно продолжить и что-то ещё поиграть. Но, тем не менее, меня радует, что в этой дамке есть ещё один режим скирмиша. Правда, здесь мало, конечно, карт, но, тем не менее. Ждём выхода этой игры. Как она только выйдет, я думаю, мы более детально в неё позалипаем, поиграем. Может быть, сделаю я полное прохождение у нас на канале. Опять же, напишите в комментах, хотели бы вы это видеть у нас или нет. Ну, и напоминаю, что если вы на канале впервые, то подписывайтесь, чтобы видеть больше таких крутых видосиков. Лайкайте, комментируйте и не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу во Вконтакте, в Дискорд-канал, ну и на Твич, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом всё. У микрофона был абсолютно не искусственный интеллект, мистер Чейзер. Увидимся с вами в будущих видосах на нашем канале. Всем пока. Кожаные мешки с костями. Субтитры сделал DimaTorzok